Магистральный газопровод «Сила Сибири» официально введут в эксплуатацию меньше чем через три месяца. Старт поставок голубого топлива в Китай по этой магистрали в рамках восточной газовой программы запланирован на 1 декабря. Продолжается строительство инфраструктуры для транспортировки газа и пусконаладочной работы. На стройплощадках компании «Газпром Трансгаз Томск» в Южной Якутии побывали мои коллеги. Строительство ведется сегодня на 47 площадных объектах, а именно административно-бытовое здание с офисными помещениями, лаборатории, ремонтные мастерские. А еще жилой комплекс на 150 мест со столовой и спорткомплексом, собственная котельная и многое другое. Масштабы этой стройплощадки и темпы работ впечатляют. На территории в 14 гектаров посменно трудится около 250 человек и 64 единицы техники. Сложно поверить, что еще два года назад на этом месте в пригороде города Алдан в Южной Якутии были брошены совхозные поля. Выбор участка обусловлен собой местоположением, сечением рельефа и другими требованиями, которые выдвигают проектировщики. Также должна быть непосредственная близость к объектам коммуникации, к федеральной трассе, чтобы можно было производить оперативные работы. Эксплуатировать магистральный газопровод «Сила Сибири» будут пять линейно-производственных управлений магистральных газопроводов. Ленская, Алданская, Нерюнгренская, Сковородинская и Свободненская. КС-4 названа имени Иоанна Москвитина в честь казаков, которые осваивались в Восточную Сибирь. На данном объекте будут задействованы и построены четыре агрегата мощностью по 16 мегаватт. А Урал – это отечественного производства. Отечественного производства здесь не только главные агрегаты. Почти все комплектующие, начиная от самих труб и заканчивая кабельными линиями связи, изготовлены российскими предприятиями. На компрессионных станциях природный газ будут очищать и компримировать. Проще говоря, сжимать, чтобы обеспечить необходимое для транспорта газодавление. А это крановый узел. При необходимости с помощью этих запорных механизмов можно будет останавливать подачу газа по трубе. У нас линейный кран отсекает в случае чего реку Чульман. То есть мы можем вести какие-то работы по реке. И камера приема запуска – это для резервной нитки. Мы прогоняем там очистное устройство. Вдоль всего газопровода построено 120 крановых узлов. Эти объекты полностью автоматизированы. Присутствие человека здесь не обязательно. Однако именно к этим объектам и магистральному газопроводу силы Сибири будет приковано внимание всего мира 1 декабря, когда начнутся поставки газа в КНР. Дарья Сосновская, Елена Нечаева, Андрей Никифоров, Вести Томск.